Голограммы, химические опыты и даже мастер-класс по арабской письменности. Все это ждет посетителей Политехнического университета в предстоящую музейную ночь. Уже не первый раз ВУЗ поддерживает всероссийскую акцию. Директор музея Николай Ростов рассказывает, что в этом году политех взял курс не только на взрослую, но и на детскую аудиторию. С учетом того, что в минувшем году музея ночь, к сожалению, не было, то к этому году мы готовились, я бы сказал, все, кто участвует, а у нас участвует очень много факультетов, лабораторий, готовились, я бы сказал, сосудом, рвением, отношением, желанием, желанием порадовать. Я бы сказал, в первую очередь порадовать ребятишек, детей разных возрастов. Пару недель, даже меньше лета начнется. Радиола 40-х годов выпуска. В рабочем состоянии. Каждый посетитель сможет ее включить. Диафильмы на старой пленке, минералы и горные породы со всех уголков мира. Химические эксперименты. В этом году политех подготовил более десятка научных интерактивных программ. Задействован почти каждый факультет ВУЗа. Наш факультет довозовской подготовки организует очень интересные физические эксперименты. Здесь в холле очень интересно, да. Там есть жидкий азот, есть очень много вопросов. Там же не просто, знаете, это же не просто, как вот в театре показывают вам. А там рассказывают и одновременно поддерживают связь с аудиторией. Задают вопросы, мальчишки, где там девочка отвечает. Это очень интересно. Уже по традиции военно-учебный центр технического ВУЗа покажет учебные боевые машины. Покататься на легендарном Т-72, конечно, не выйдет. Но попасть в кабину танкиста в эту ночь сможет каждый. С 7 часов вечера до 11 ночи. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова